Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емель и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами картошка фри маминого производства. Ссылка будет в инфобоксе на рецепт. Соус забыла, но и без соуса просто обалденно. Здесь томбик. Внутри, как вы видите, мясные котлетки, три штуки. Здесь, значит, у нас листья салата, помидорки, невероятно вкусный соус. И это все дело называется томбик. И еще у нас здесь их фирменные гамбургеры с курицей, с куриной котлеткой. Вот, куриная котлетка. Все всегда доставляют горячее, вкусное. В общем, претензий у меня к этой доставке нет. Уже, наверное, третий или четвертый раз заказываю. Просто настолько мягкий. Посмотрите, насколько мягкая булочка. Просто обалдеть. Последние три дня как-то странно себя ведет бабушка. У нее вроде ничего не болит, но она как-то без настроения, можно сказать. Обычно она любит поболтать, посмотреть телевизор. А сейчас она какая-то неактивная, постоянно лежит. Обычно она свою любимую передачу никогда не пропускает. Вот никогда. В субботу-воскресенье, когда нет передачи, она прям сидит, переживает. А сейчас она ее даже не смотрит. То есть, такой свою бабушку я не видела очень давно. Я у нее спрашиваю, что случилось. Может, ты обиделась и так далее. Она говорит, нет, 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 все хорошо. Просто настало время, я скоро умру. Просто вы поймите, нас тоже, мы как бы уже где-то 15 лет слышим, что бабушка скоро умрет. Но все равно человек никогда не готов потерять бабушку. Даже если ей 150 лет, ты все равно никогда не будешь готов к этому. Я вот это поняла. Как вкусно. Надеюсь, что все обойдется, все будет окей. Но у нас недавно один дальний родственник умер. И он умер в 55 лет. И все начали говорить, вот так рано ушел из жизни. Как жалко и так далее. Но мне кажется, мы никогда не будем готовы к смерти, например, бабушки. Никогда. Даже если ей 200 лет будет. Мой парень всегда говорил о том, что в Европе как-то проще относятся к смерти, нежели мы. Мы очень сильно переживаем, когда близкие люди у нас умирают. Сегодня должен был быть Макдональдс. Макдональдс в сочетании с роллами. Но у Макдональдса такая фигня. То есть минимальный заказ есть определенный. Если ты не дотягиваешь до минимального заказа, ты должен платить за доставку и еще плюс определенную сумму из-за того, что ты не дотянул до минимального заказа. Я все равно плачу за доставку. Если бы я на такси поехала бы туда, я бы заплатила столько же. Макдональдс находится прямо под носу у меня. Но все равно вот так. Вот это мне не понравилось немножко. Получается, я плачу за доставку отдельно, денежку. И еще я плачу столько же за то, что мне не хватает до минимального заказа. Лучше тогда я вызову такси. Поеду на такси, возьму заказ и приеду обратно. Настолько дорого получается, даже невыгодно. А куча вообще доставок всяких у нас около дома. Бесплатно доставляют все. И вкусно. Но иногда хочется, конечно, там наггетсы и все дела. Но вот этот бургер, он не хуже. Видите, прям течет соус такой обалденный. Сегодня в инстаграме очень много историй снимала. Даже сначала хотела сделать прямой эфир. И сидеть, кушать. Потом сохранить этот эфир в IGTV. С одной стороны карантин, с другой стороны, не знаю. У папы дела на работе не очень. Теперь бабушка себя плохо чувствует. Все просто так наваливается. И давайте немножко пройдемся по вопросам. Здесь вот такой вот интересный вопрос, на который я бы хотела немножко порассуждать. Айка, как бы ты отнеслась к тому, чтобы твоя дочь 12 лет начала бы краситься ярко? Я ничего плохого не имею к косметике. Пусть лучше она красится, чем она будет пить, курить. По-любому ребенок, я считаю, что чем-то должен увлекаться. Только книжками. Ну, такое не бывает. Заставлять ее, например, рисовать. Или заниматься чем-то, что она не хочет, это глупо. Я бы была не против, если бы она сидела дома, смотрела бы блогеров. И тоже скупала косметику. Я бы была не против, честно. Вот говорят, раньше дети были более активные, чем сейчас. Зачем, чтобы они там лазили непонятно где, влипали в какие-то истории? Зачем? Вот если есть интернет, это интересно, это развлекает ребенка, развивает. Многие там ставят какие-то демотиваторы, что наше детство было другим. А у нынешних детей вообще другое детство. А что здесь такого? Да пусть мясо такое вкусное. Да хоть в 10 лет. Если я уверен, что мой ребенок как-то увлекается косметикой, я наоборот буду ее поддерживать, покупать какие-то бальзамы для губ. Главное, чтобы не пила, не курила. Просто иногда я в ютубе вижу девочек, начинающих. Ребенок 10 лет показывает, как нужно краситься. А что здесь плохого? Там в комментариях, вот, у тебя скоро полезут прыщи, ты в 30 лет будешь выглядеть на 40, на 50. Начинают оскорблять ребенка. Я считаю, что это в корне неправильно. Хочет заниматься, хочет краситься. Да ради бога. Кому она этим вредит? Никому. Никому. Моя мечта иметь дочку. Я очень люблю девочек. Если в хобби ребенка никому не мешает. Да, скупает она косметику очень много. Показывает что-то. Не покупает, например, завтраки, копит, идет в литуаль, покупает какую-то палетку. И тут умные, рассудительные женщины. Непонятно, почему они оказались вообще на ее канале. Начинают писать. Вот. Зачем тебе оно надо? Куда смотрят твои родители? Тебя воспитали недолжным образом. Какой вкусный томбик. Нечто. Смотрите. Мясо чувствуется, что свежее. Я сама начала рано краситься. Я ничуть не жалею. Я вспоминаю себя. Все мои ровесницы ходили гулять, не знаю. За гаражами уже целовались с парнями. А я сидела в ютубчик, смотрела каких-то блогеров. И хоть у меня не было денег на косметику, которой пользуются они, я шла в переход. Да, в переход. И скупала себе там косметику, на которую мне хватит денег. Когда мама спрашивала, что тебе купить на день рождения, я говорила, палетку теней, пожалуйста, от Рубероуз. И у меня брат всегда говорил, сколько можно сидеть дома? У тебя даже подруг нету. Нету и нету, и что? То есть, многие прям парят, что вот дети перестают быть активными. А зачем, чтобы они лазили по этим старым домам, которые разваливаются? Зачем? А чего-то вкусно от bereits вкусно! Нету! Не, не знаю. минуточку там включили музыку там дискач попрошу отключить я копила деньги на свои завтраки отдавала маме чтобы она купила мне крем от принцессы ряд маленькой феи после того как я его купила его просто оставляла около зеркала имитировала что я тоже бьюти-блокер в честном мне жалко было пользоваться этим кремом не дай бог он еще закончится а дальше то что делать мы не совсем я прям маленькая была но еще рановато было краситься нас были другие девочки приходили с тенями в пятом шестом классе что здесь такого в азербайджане вообще в школах даже если в десятом классе ты там что-то накрасилась начинать к тебе докапываться что зачем хочу я так что зачем я закончил школу в 17 лет я считаю что краситься в 17 лет это даже поздно не то что рано вкусно тихо но было очень вкусно ребят прям пальчики оближешь на этом все если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем желаю удачного дня всем пока пока а